Это Омск Здесь, и мы продолжаем говорить о важном и интересном. Амичи потребовали разрешить им ремонтировать мусоропроводы за собственные деньги. Речь идет об использовании средств, собранных с жильцов, на капитальный ремонт. С такой инициативой жители дома по улице Кемеровской обратились в законодательное собрание в этот четверг. Тысячи мусоропроводов в Омске в аварийном состоянии. Большинство не ремонтировали с момента строительства домов, а это порой и 30, и 50 лет. А в фонде капремонта считают, что тратить на это деньги будет нецелевым использованием средств. Между тем, только в этом году структура не смогла найти применение около 630 миллионам рублей. Юлия Боброва узнала, как решить проблему. Подтопление в подвале, прорывы канализации, насекомые в квартирах. В этом доме букет коммунальных проблем. Пенсионерка Нина Рыбакова считает, с жильем ей не повезло больше всех. Она живет на первом этаже. В квартире испарение из подтопленного подвала, нашествие насекомых и отвратительный запах из мусоропровода. Я задыхалась, у меня даже все лицо першило. В три часа ночи стояла, вставала, открывала все окна. Настя, два часа, три часа, я проветривала свою квартиру. Потом, когда пришла в ЖКО, московка, вам кажется, это просто мусоропровод, который не чистится в течение шесть лет. В управляющей компании лишь показали акты о выполненных работах, мол, все почистили. Но, по словам жильцов, коммунальщики ограничились хлоркой. Однако, по нормам, отходы из мусоропроводов должны убирать каждый день, чистить мусороприемную камеру и контейнеры. И раз в неделю мыть загрузочный клапан. Дезинфекция раз в месяц. Чуть реже профилактический осмотр. А каждые пять лет – ремонт. В реальности же в сотнях домов из-за грязи и нечистот в мусоропроводах появляется неприятный запах, плодятся насекомые и грызуны. Можно заразиться всем, чем угодно. Начиная от воздушно-капельных инфекций, туберкулез, другие некоторые инфекции, воздушно-грипп, загрязнение поверхности – это кишечные инфекции. Все кишечные, начиная с дизентерия, салмонеллез, брюшной тиф, все, что хотите. Чаще всего изнашиваются и загрязняются мусороприемные камеры и помещения, где они находятся. Зачастую там нет даже контейнеров. Мусоропроводчик сейчас очень часто встречается. Выкатывает тележку, приспособленную к детскому коляску, на которой стоит корыто, и в этом корыте мусор. Это как раз то, чего сейчас не должно быть. Выходят из строя те устройства, которые были предназначены, скажем, для того, чтобы помыть мусороприемную камеру. Она чаще всего эстетически ветшает, потому что это запыление, это задымление, это она проедается всякими запахами, потому что даже санитарную обработку самих стен нужно делать. Отремонтировать мусоропроводы самостоятельно решили жильцы дома номер 22 по улице Кемеровской. Цена вопроса 450 тысяч рублей. И сбор денег не стал проблемой. На спецсчете уже есть 900 тысяч. Но в фонде капитального ремонта о мечам отказали. Мне в юроделе сразу сказали, что этого конструктива нет в законе. То есть капитального ремонта мусоропровода законом не предусмотрено. То есть люди отдают эти деньги, сами собирают, и им же, как распорядиться этими деньгами, ставят условия. Ну ведь вы поймите, ну как это? Ремонт и замена мусоропроводов не входит в перечень работ, финансируемых за счет средств фонда капитального ремонта. Перечень работы и услуг, выполнение которых может финансироваться за счет средств фонда капитального ремонта, утвержден статьей 15 закона Омской области от 18 июля 2013 года. Оказалось, законодатели просто не учли масштаб проблемы. Системы мусоропроводов – это специфика отдельно взятых домов. Достаточно сложно было все предусмотреть. Когда стартовала программа ремонта многоквартирных домов, были учтены основные конструктивы – кровля, фундамент, инженерные системы и так далее. Поэтому пока о мечи проблему со старыми мусоропроводами решают дешево и сердито. Как вот в этом доме. Здесь жильцы просто вызвали слесаря, и он заварил крышки. Впрочем, возможно, что скоро о мечам не придется идти на такие радикальные меры. В региональном заксобрании рассмотрят поправку в закон, чтобы мусоропроводу все-таки можно было ремонтировать за счет денег, собранных на капремонт. Но какое решение примут – вопрос пока открытый.